Друзья, ну это пример съемки Samsung S22 Ultra 8К 24 кадра в секунду И сразу вверху, кстати, счетчик здесь на экране выходит, что 54 минуты я могу записывать видео, но честно говоря видео как-то немного вот желейка какая-то присутствует поэтому 24 кадра еще и с желейкой ну как бы в принципе это тут не особо рабочий режим поэтому всего-то ожидать от него не стоит зато есть еще и 6-кратный зум и по деталям я хочу сказать, что все довольно-таки не слабо плавный зум допустим, если сравнивать если сравнивать с тем же смартфоном Huawei Mate 50 Pro то там только 4К 60 кадров в секунду и это, кстати, друзья, только на основной объектив можно снимать 8К 24 кадра в секунду данный смартфон, друзья как я уже и сказал вам был приобретен в замену смартфону Realme GT2 Pro ну понятно, что с добавлением средств некоторых но тем не менее я хочу сказать, что я им доволен полностью единственное, что смотрите да, вот на ветке фокусироваться не хочет а если с тапом ну по тапу вроде бы пытается сейчас если вот так сфокусируется если нет фокус уходит то есть необходим какой-то фон хотя вот сейчас сфокусировался сам, друзья ну давайте еще раз нет уже вот как-то ему сложно опять же нужен фон и будет держать в фокусе видите довольно-таки неплохо размывает боке автофокус работает корректно давайте еще раз проверим есть 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 и есть ну как-то так оценим, друзья качество звука кстати в данном режиме можно и фотографировать и включать выключать вспышку то бишь подсветку вот давайте проверим сразу включаем подсветку все намного лучше и интереснее становится выключаем подсветку на счет HDR я не могу вам сказать то, что оптическая стабилизация работает однозначно а вот что касается HDR это все будем проверять на вечерней съемке как-то так оцениваем качество видео делимся свое мнение в комментариях друзья ну вот так снимает 4K60 кадров в секунду Samsung S22 Ultra и хочу вам сказать что в данном режиме 4K60 кадров в секунду невозможно почему-то переключиться на ультра ширик так сейчас будем проверять 2X 4X и 10X как-то слегка по деталям падает но тем не менее друзья желейки здесь нет оптическая стабилизация на месте работает в паре с электронной сейчас проверим как фокусируется на мелких деталях на это уже слишком мелкая деталь так смотрим здесь ну приблизительно вы знаете вот сейчас от объекта фокусируется сантиметров наверное 7-8 так на цветке кстати оценим друзья как пишет звук смартфон автофокус на месте обратите внимание как красиво размывает фон честно сказать друзья вот хотел кстати с вами поговорить еще на эту тему что айфон 14 про либо же айфон 14 у меня был какой нюанс айфон по видеозаписи и по звуку некоторых сценариев но по видеозаписи однозначно он самсунгу уступает несмотря на то что говорят что в айфоне самые лучшие камеры ну не знаю у меня у меня чем сравнить да айфон у меня был и у меня есть действительно с чем сравнить то бишь я видел как снимает айфон 14 я видел как снимает айфон 14 про про макс и честно хочу сказать что хуже 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 фокус по видео самсунг тоже снимает на полную катушку по видео айфон также перефокусировка какая-то медленная ну то есть не сказать что плавно есть вот плавно но четко но там прям медленно если сравнивать с самсунгом короче говоря не очень айфон меня хотя самсунг стоит понятно что дороже ну на али допустим самсунг можно и дешевле взять почему-то на цветочки не хочет сфокусироваться зато на пчеле сфокусируется поэтому что хочу сказать друзья вплотную к айфону по части съемки стоит самсунг ну а потом все остальные хуавей и так далее ну в третьем месте скажем так хуавей первое место я даже сказал бы делит айфон и самсунг автофокус хороший обратите внимание ветка шевелится кстати я так понимаю этот листик трекает сам смартфон то есть как бы выставляет следящий фокус автоматически на объекте сзади размывает фон это новинка друзья такого я еще не видел скажем так но мне интересует еще такой нюанс как будет вечером снимать самсунг s22 ультра кстати напоминаю что это 4к 60 кадров в секунду съемка ведется давайте сейчас быстрая ходьба по пересеченной местности бег обращаем внимание на динамический диапазон и вот сейчас будем зумить 10-ти кратный зум 4к 60 кадров в секунду конечно немножечко шумноватая картинка но тем не менее деталей более чем достаточно друзья это 4к 60 кадров в секунду единственное что нюанс мне не не особо нравится что здесь невозможно 4к 60 кадров в секунду переключиться изначально вот это конечно меня не радует ну то бишь вернее надо переключиться изначально потом снимать ну по деталям в принципе достойно оценим качество видео и делимся своим мнением в комментариях друзья ну вот так снимает samsung s22 ultra на ультра широкоугольный объектив 4к 60 кадров в секунду работает и оптическая электронная в паре стабилизации быстрая ходьба честно вам сказать если сравнивать допустим да s22 ultra s23 ultra хотел и была возможность взять s23 ultra да там snapdragon 8gen2 но s22 ultra есть на snapdragon 8gen1 но честно кто-то говорит что энергоэффективный процессор если брать во внимание все смартфоны которые на данном процессоре snapdragon 8gen2 ну сказать чтобы они прям капитально были энергоэффективными я не скажу двукратный зум тут всего лишь так вот делается snapdragon 8gen1 8 plus gen1 это в среднем 4 от 4 до 5 экранного времени это если не играть в игры от 4 до 5 часов друзья это немного что касается данного смартфона вот вчера специально тестировал зарядил его на 100% включил full hd 60 кадров в секунду воспроизведение фильма посмотрел фильм длительностью более двух часов на большом экране на максимальной яркости на экране самого смартфона после чего еще в ютюбе приблизительно час-полтора и смартфон у меня разрядился всего лишь до 68% либо 70% точно 68% либо 70% вот я считаю это неплохой результат с учетом того что это экран для потребления контента для просмотра новостей для просмотра фильмов но экран очень яркий друзья вам хочу сразу сказать вам придется делать яркость убавлять а убавляя яркость вы собственно говоря добавляете автономность скажем так и этот момент уже как вы понимаете не может не радовать кстати что касается что касается у нас ширика ультраширокоугольного объектива он тут с автофокусом как видите и вот тут автофокус уже идет очень плавный и очень четкий то бишь ставим галочки основной объектив с автофокусом и с оптической электронной стабилизацией ультраширик с оптической электронной стабилизацией кстати динамический диапазон оцениваем и давайте посмотрим будет ли переключаться в макро ультраширик у нас ну да очень близко я сейчас снимаю единственное что по светку нельзя включить друзья вот сейчас фритык смартфона к дереву буквально там миллиметров пять не достаю хотя вот фритык к дереву друзья вот так снимает у нас макро просто впритык samsung s 22 ультра да ультра макро здесь здесь просто бомба что я могу сказать и ультраширик и ультра макро режимы не то что годные а наигоднейшие вот 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 тоже макро не знаю айфон по-моему 14 так не может напишите в комментариях друзья как вы считаете может не может мне кажется нет проверять 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 будем еще конечно все на вечерней съемке сравнивать будем со смартфоном будем проводить батлы со смартфоном one plus 8 pro интересно а ультраширик на мелких деталях сфокусируется так как положено да друзья а ультраширик сам фокусируется вот вам и пожалуйста здесь идет кстати лазерный автофокус кто не знал ну вот берем к примеру да на ветке остановим ее немножко и плавненько сам сфокусировался вот такой здесь ультраширокоугольный объектив вы знаете честно говоря смартфон мне начинает все больше нравиться здесь Exynos 2200 это один из самых лучших процессоров от компании Samsung один из самых лучших Exynos кстати съемка пишется друзья на всю память вот как-то так оценим как вам качество видео делимся своим мнением в комментариях еще один небольшой момент но очень важный и интересный вот сейчас я веду видеосъемку и заметьте что можно сделать во время записи 4К 60 кадров в секунду а можно дальше просто вернуть на прежний все будет записываться многие ли смартфоны могут так сделать друзья я думаю что вряд ли это скорее всего не считая допустим тот же S23 Ultra который так может поэтому друзья что хочу сказать эта фишка вообще ноу-хау друзья она вот так снимает Samsung S22 Ultra Full HD 60 кадров в секунду и обратите внимание как здесь срабатывает автофокус сейчас проверим его на ультра ширики он же макро на цветочки ну как по мне вообще зачет основа основа так близко не фокусируется основа вот так фокусируется друзья вот основной модуль включаю ультра ширик и практически впритык к цветочку вот сейчас прямо уперся в цветок вот так работает ультра ширик он здесь не для галочки друзья это просто обалденный вариант а давайте попробуем призумить сейчас сосновый телевик переключается сразу же так понятно но все равно круто что хочу сказать давайте сейчас еще попробуем такой один момент на ультра ширик у hd 60 кадров в секунду сфокусируется ли на веточке такой вот вот основной объектив да вы видите кстати вот сфокусировался основной объектив ну по моему пикселю стоит нервничать начинать а вот ультраширик с автофокусом да на ультраширике автофокус идеален в принципе вот он друзья и конкурент пикселю тут ультраширокоугольный объектив работает как положено вот и весь ответ опять же full hd 30 кадров в секунду можно основа трехкратный зум десятикратный зум можно еще больше до 20 крат зум по 20 крат зум обратите внимание на детали вот надеть хорошо видно лица все без проблем и ультраширик вот так друзья снимает full hd 60 кадров в секунду с 22 ультра я считаю однозначно вердикт мой смартфон своих денег стоит смартфон обалденный что касается его экрана что касается камер если какая-то недоработка по по автономности в крайнем случае powerbank можно купить быстрой зарядкой опять же по стандарту power delivery у меня в принципе powerbank хватает и маленький powerbank вбросить в сумку я считаю это не проблема поэтому друзья однозначно зачет друзья и для примера есть еще hd разрешение то бишь 720p 30 кадров в секунду это я уже вообще не ожидал это какой-то сюрприз для меня положительный опять же на все модули работает то бишь начиная с 4к 30 кадров в секунду все модули бесшовно переключаются допустим ультраширик основа трехкратный зум десятикратный зум и вот двадцатикратный зум я думаю что всем видно что кондиционер в какой компании Медея то есть без проблем ну а за стабилизацию я вообще молчу тут полный порядок динамический диапазон друзья обратите внимание небо такое как действительно на экране смартфона никаких ядреных цветов нет то есть полный порядок как то так оцениваем качество видео и делимся своим мнением в комментариях ну это 4к 30 кадров в секунду вроде бы норм на фронталку samsung s22 ultra опять же режим и смотрите друзья то есть я иду пишу на фронтальную камеру допустим захотелось мне какое-то ну к примеру достопримечательность какую-то сфотографировать я остановился спокойно переключил переключил на ультраширик переключил на основу переключил трехкратный зум переключил десятикратный зум до двадцатикратного зума добавил потом вернулся на основу камеру и смартфон как будто ничем не бывало снимает дальше никаких лагов никаких фризов ну в крайнем случае если у вас мало заканчивается там допустим аккумулятор хотя прям чтобы сильно он садил аккумулятор я не скажу просто подключили пауэрбанк снимаете с подключенным пауэрбанком я считаю что это момент довольно-таки неплохой в общем по камерам по камерам друзья полный порядок угол охвата фронтальной камеры тут вообще без вопросов если когда-то данный смартфон буду менять то однозначно буду менять только на S23 Ultra либо же S24 Ultra но пока менять его не собираюсь я думаю это ближайшие на ближайший год однозначно мой смартфон а то возможно и на 2 я не знаю как снимает на все камеры тот же Vivo X90 Pro Plus но друзья поверьте вот Samsung стоит 70k и Vivo X90 Pro Plus также стоит это опять же если вы с Алиэкспресса закажете и хочу сказать что на X90 Pro Plus фронталка просто кал по сравнению с вот этим то бишь с S22 Ultra S23 Ultra просто кал фронталка друзья ну как такое может быть такая стоимость не знаю возможно там телевик лучше сейчас интересно вот пожалуйста котиков захотели снять пожалуйста когда нечего делать котик видите что творит все хорошо видно там дальше кошка лежит самая лучшая беззаботная жизнь у животных животных надо любить подкармливать по возможности вот как-то так поэтому что хочу сказать смартфон однозначно годный обратите внимание динамический диапазон никаких засветов сзади фонтан лицом и фокусе никаких проблем нет на небе видите да вот небо здесь все как положено в идеальном состоянии как говорится ну это я конечно уже утрирую но с динамическим диапазоном вообще вопросов нет на фокусе на фронталке фокус сзади с динамикой все ок что еще нужно никаких засветов нет мне это интересно еще как будет вечерняя съемка проходить вот этот момент очень интересен мне ну пока меня устраивает все более чем еще один момент вот это Full HD 60 кадров в секунду на фронтальную камеру еще один момент которым я хотел сказать я перед тем как купить данный смартфон я еще смотрел смартфон Samsung A54 74 аппарат еще не вышел возможно даже и не выйдет что хочу отметить Samsung A54 имеет как на основную камеру так и на фронтальную камеру такие моменты как запись в 4К 30 кадров в секунду и честно я переключал режимы проверял эту запись ну мне дали возможность его похвастать как говорится на торговой точке но что 4К что 30 кадров в секунду кстати максимально что все остальные режимы они ну практически одинаково снимают то ли оптика плохая то ли я не знаю но все каком-то полутумане таком честно говоря вообще мне не понравилось единственное я только не понял есть там автофокус или нет но по-моему автофокуса в A54 Samsung нет кто знает друзья напишите в комментариях по-моему электронная стабилизация там есть там на основной модуль там кстати от Sony стоит AMX 766 там есть оптическая стабилизация кстати обратите внимание как мое лицо кропает смартфон ну короче говоря мне не понравилось однозначно поэтому не ведитесь на это зато S22 Ultra в полном порядке подписываемся на канал делитесь устранением комментариев